так нас уже 11 человек привет всем я не хотела сделать селфи и случайно вышла в прямой эфир у нас все идет по плану меня зовут настя и я работаю в пресс-службе росмолодежи и сегодня у нас прямой эфир вы даже не представляете с кем ну хотя представляете потому что мы вчера писали анонс конечно же но я еще раз напомню что сегодня гостем нашего эфира будет двукратная олимпийская чемпионка член международного олимпийского комитета председатель ассоциации студенческих спортивных клубов россии елена и синбаева вот и сейчас мы ждем когда она будет подключаться вот но честно говоря я немножечко волнуюсь поэтому чтобы не было неловких пауз я вас всех призываю поддержать беседу и задавать вопросы в комментариях вот я их обязательно озвучу надеюсь что елена ответит на все ваши вопросы так немножко немножко ждем вот еще кстати хотела напомнить о том что у нас тут какая-то странная аура и интернет работает с некоторыми перебоями вот поэтому пожалуйста если что-то произойдет не так и эфир случайно вылетит то пожалуйста возвращайтесь в эфир мы продолжим беседу вот ну естественно те кто не успеет задать свой вопрос у вас будет также шанс оставить вопрос в комментариях так ждем елену всем всем машу ответ здравствуйте здравствуйте надеюсь сегодня будет содержательная беседа приятная не волнуйтесь анастасия спасибо большое на так ну вы можете тоже пока формулировать вопросы что же вам такого задать двукратной олимпийской чемпионки ждем подключения но кстати говоря вам видно сегодня наш бэкстейдж это наш рабочий кабинет скажем так вещами самого сердца пресс-службы так мне тут пишут что елена подключается мы ее очень очень ждем пока что-то нет о здравствуйте елена пожалуйста нажмите на кнопочку стать гостем так ждем пока нет никаких уведомлений сейчас мы тут решим некоторые вопросики елена пожалуйста нажмите на кнопочку стать гостем и мы вас подтвердим и вы к нам подключитесь так ждем 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 буквально минутка и елена появится нашим эфиром да с быть елена добле чем курс и лендарь есть добрый день здравствуйте елена мы вас очень ждали я расти нас нашим подписчикам зрителям что гости нашего эфира сегодня летят двукратная олимпийская чемпионка чем международного олимпийского комитета и председатель ассоциации студенческих спортивных клубов россии елена прекрасно Елена, как у вас дела? Чем вы занимаетесь в самоизоляции? Спасибо, у нас всё хорошо. Ну, как, надеюсь, большинство наших сограждан, мы находимся дома, соблюдаем самоизоляцию. Но на самом деле, так как очень много свободного времени, то я решила посвятить самообразованию. Поэтому сейчас изучаю английский язык, читаю сказки детям, придумываю сказки детям, но также тренируюсь, конечно, уже дома. Ну и также у нас есть международная деятельность по линии Международного Олимпийского комитета, мы тоже общаемся удалённо. Так что на самом деле, хоть дома и сидим, но работы не убавилось. Согласна. Полностью поддерживаю вас в этом. Мы как пресс-служба, как никто другой знает, что сейчас вся деятельность практически общественных организаций молодёжных, и не только общественных, переходит в режим онлайн, и работы у нас стало только больше, но мы не внываем, нам это наоборот даже нравится. Помимо того, что вы выдающаяся спортсменка, вы уже, я говорила, председатель общественной организации Ассоциации студенческих спортивных клубов. Я хочу отметить, что ССК России — это наш давний партнёр, и друг, мы уже долгое время взаимодействуем. Может быть, вы расскажете нашим зрителям кратко, чем занимается эта организация? Да, для меня было большой тестью быть избранной председателем Ассоциации студенческих спортивных клубов. На самом деле, мне как профессиональной спортсменкой очень интересно было вступить и в любительский спорт, в студенческий спорт. На самом деле, это тоже огромное сообщество, заинтересованное в здоровом образе жизни людей, молодых людей, как раз той самой аудитории, которая могла не стать профессиональными спортсменами, но любит спорт и пропагандирует спорт. Наша ассоциация имеет огромное количество направлений. И вот одни из последних, которые мы активно развиваем, опять-таки, из-за сложившейся ситуации с пандемией. Это наш проект, первый проект «Федранной удалёнки». То есть мы стараемся студентов держать в форме, несмотря на то, что фактически все находятся дома. Это не повод не тренироваться. И мы очень счастливы, что этот проект увенчался успехом. Там действительно идёт огромная борьба за призы, за первенство. Мы считаем, что это просто супер. Ровно так же мы запустили проект соревнования по киберспорту. Так что сегодня наша молодёжь интересуется не только, так сказать, классическим спортом, но и, как называемым там, айспортом. Да, поэтому мы стараемся идти в ногу со временем и охватить всю нашу молодёжь, которая активно занимается и пропагандирует здоровый образ жизни. Да, но мы, кстати, как раз на наших ресурсах также поддерживали, мне кажется, если я не ошибаюсь, это первый всероссийский киберчемпионат. Вот, это очень круто на самом деле. Можно даже порадоваться за то, что киберспорт нашёл поддержку у общественных организаций и вышел уже на такой всероссийский уровень. Ну, вообще, на самом деле, то, что сейчас период самоизоляции, у меня вся активность заканчивается, честно говоря, бегом трусцой от дивана до холодильника. Поэтому... За булочкой или за бутербургом? Что найдётся в холодильнике? К сожалению, там не по волшебной палочке появляются продукты, но пока ещё кое-что осталось. Поэтому, может быть, вы посоветуете нашим зрителям, как вообще себя держать в форме, не расслабляться, и как вообще можно дома заниматься качественно, если кто-то до этого ходил, например, в спортзал? Конечно. В этом случае, когда все находятся в самоизоляции, мне кажется, многие сталкиваются с проблемой мотивации занятия спортом. Если кто-то ходил в спортзал, то его была мотивация выйти из дома, дойти до спортзала, и были заплачены деньги, и, в общем, ты должен ходить, абонемент уже есть. Или у кого-то личный тренер, которого нельзя было подвести, который тебя ждёт, и, преодолевая собственную лень, ты в спортзал идёшь. Ну да, волшебные пендели от тренера. Да, волшебные пендели, всё верно. А сегодня такая ситуация, что, ну, даже если кто-то и хочет, да, чтобы ты пошёл заниматься спортом, нет той руки, которая тебя так подтолкнёт и отправит в спортзал, и как раз здесь проявляется человеческая способность мотивировать себя самому. То есть мне кажется, ну, даже не то, что мне кажется, то, что делаю я, это поставить цель самой себе. Что ты хочешь? Ну, чего ты хочешь? Ты хочешь за эти, простите, там, ну, не знаю, наверное, это будет не меньше четырёх месяцев, мне так кажется, судя по Китаю, расплыться по дивану, набрать 10 килограмм, которые потом будет безумно трудно сбрасывать. Ты хочешь опухнуть, ты хочешь, я не знаю, зараститься юлитом, или ты хочешь себе пивной живот нарастить, пожалуйста, вам карта руки, вам предоставилась такая возможность. Или же ты хочешь просто проверить себя, свои возможности, как ты сам себя мотивируешь, как ты сам себя можешь заставить. Потому что это очень легко, когда тебя кто-то заставляет, и кажется, что тебе это не нужно. Но на сегодняшний день, мне кажется, у нашей молодёжи есть чёткая возможность послушать себя и вообще понять, сможешь ты сам себя заставить, смотивировать и поставленную цель достигнуть. Цель же всё-таки наша молодёжь более зависима от сторонних людей, которые, ну, или родители, или тренеры, или, я не знаю, друзья, или компании, или ещё что-то. Вот, мне кажется, это замечательная проверка. Поэтому я бы всем рекомендовала поставить перед собой то, чего они хотят, заплыть жиром или... Да, даже не то, что стивилизировать, а реально первый раз послушать себя. То есть даже если кто-то раньше по автомату, на автомате ходил в фитнес-зал, зачем он ходил, теперь у него есть шанс ответить на этот вопрос. Потому что деньги заплатил, или потому что хочет пообщаться с людьми, или хочет реально позаниматься, прокачаться, хочет похудеть, подтянуться всяк-то, или ещё что-то. Поэтому я это время вот реально так всё время использую, потому что иногда тоже бывает что-то лень сделать, но ты понимаешь, что стоит себя немножечко отпустить, ну, простите себя в кучу, потом собрать будет очень трудно. Поэтому лучше, так сказать, из ментальной вот этой формы, когда человек привык работать и к чему-то стремиться, не выходить. Ну да, главное, что я надеюсь, что когда всё это закончится, мы все выйдем, а не выкатимся из самой виталяции. Я думаю, что мы потом придумаем какой-нибудь флешмоб, покажи себя после из самой виталяции. Ну да, это прикольно, фотка до и после. Ну, идеально, в моём случае идеально, если я останусь такая же, как была. Да-да, я думаю, что не только в вашем случае, но и в моём случае тоже. Вот, и в случае большинства молодёжи. Потому что, ну, реально сидеть дома тяжело. Ну, даже вот, как вы сказали, пробежка от кровати до холодильника. Организм требует какой-то активности, какой-то функциональной нагрузки. Ну, вот, получается, даёшь себе её в тех условиях, которые у тебя на сегодняшний момент есть. Ну, в общем. Вы, в своей речи, затронули момент самоорганизации. Вот, ну, одно дело представить цель, а другое дело взять и реально себя заставить в своей голове. Может быть, есть какие-то секреты, приёмчики, там, медитации, не медитации, что-то в этом духе. Я бы порекомендовала также поставить себе конечную цель. Ведь чтобы её добиться, нужно понимать, чего ты конкретно хочешь. И я уверена, что эта цель, это желание, это желание обладать или добиться, есть у каждого человека. И как только человек осознает всем своим нутром, головой, мозгами, даже, наверное, фибрами, не знаю, всеми вообще, всё, что есть, кожей, вот это чувство должно проникнуться, что да, это моя цель. Возможно, это пройдёт, ну, как бы, цель не одного дня, не месяц, а нескольких лет. Вот, тогда человек выстроит пути достижения этой цели. И, то есть, у меня, например, в моей жизни, да, и даже в спортивной жизни, всегда всё шло от обратного. Была цель стать олимпийской чемпионкой, ну, конечно же, было понятно, что даже за год этого не случится. Это нужно года. Чтобы стать олимпийской чемпионкой, нужно было потратить практически, ну, я считаю, весь период времени, это с пяти до двадцати двух лет. То есть, это практически такое неслабое отрежье время. Да, цель всей жизни, можно сказать. Да, да, но как только определилась цель, ты сразу находишь инструменты её достижения. И тогда каждому человеку становится легче. Каждый определяет для себя пошаговые шаги и какие-то, может быть, такие вот точки, да, когда он прошёл одну точку, он понял, что он уже близ к своей цели. Или вдруг свернул с пути, у него есть момент ещё что-то исправить. То есть, нужно понять, чего ты хочешь, и начинать к этому идти. То есть, опять же, очень большой риск, когда человек думает, что он своей цели не достигнет. Пусть даже он мечтает слетать на Луну. Пусть он хочет, не знаю, открыть звезду или хочет создать там какой-нибудь суперкрутой самолёт или ещё что-то. Но сегодня, вот даже вот мы с вами общаемся, это кажется каким-то бредом, да? Но если об этом реально кто-то мечтает, я в этом нисколечки не сомневаюсь, этот человек этого достигнет. Если он будет верить, сам будет верить в свою мечту и в свою цель. Даже если все не будут верить. Это не имеет значения. Глажно, чтобы тот человек, который там желает, верил. И тогда всё получится 99.99%. Один процент так вот, на погоду. Ну да. Ну обычно в таких случаях говорят, вижу цель, не вижу препятствий. Ну нет. Нет, вижу цель, есть препятствия, но я их очень гордо достойно преодолеваю. Да, потому что, ну нет, это неправда, если кто-то достигает цели без каких-либо трудностей, переживаний, пожертв, или там, я не знаю, каких-то вот этих самоусемлений или ещё чего-то. Нет. Чтобы что-то получить, нужно чем-то пожертвовать. Ну это, мне кажется, вот это закон жизни. Не может быть так, что тебе всегда всё даётся легко, просто, и ты абсолютно не знаешь никаких преград и проблем. Нет, это неправда. Ну, кстати, это очень мудрая мысль. Наверное, знаете, большинство людей с этим сталкивается, когда кто-то вот поставил себе цель, думает, ну всё, сейчас начну. И вот, как я сказала, не вижу препятствий, а потом сталкивается с какой-то там первой, самой маленькой там сложностью, и тут уже срабатывает какой-то психологический, там, не знаю, барьер, который, и всё обрывается, и думаешь, ну всё, раз вот здесь трудность, значит, я точно не справлюсь. Да, и даже бывали случаи, это уже работа с родителями, там, что всё равно, я уже мама двоих детей, всё равно приходится где-то с мамами, да, там, сталкиваться, с папами, и меня всё время убивает, и даже удивляет, когда собственные родители не верят в своих детей. Вот это меня просто, я прям не сдерживаюсь, я говорю, да как вы можете? Вообще для детей вообще ничего невозможного нет. Иногда послушаешь их желания, там, или то, кем они собираются стать, и вообще думаешь, боже мой, как вообще, откуда у вас это в голове? Ну, потом понимаешь, что вот именно вот эта детская мечта, или там детская цель, она чиста, она наивна, она не знает трудностей, но, по крайней мере, она же сформировывается в голове, и задача родителей в этом их поддержать, даже если это будущий космонавт на Луну, там, не знаю, или ещё что-нибудь. Ну да, главное услышать в этом случае ребёнка, понять вообще, к чём ему он предрасположен, чем он интересуется, и всячески его поддерживать, да? Согласна с этим. Вообще, мы подписаны на ваш инстаграм, мы следим. Спасибо. И мы видим, что вы не теряете время зря. Вот, например, я во время самоизоляции нашла в себе какие-то таланты визажиста, видите? Да, класс. Я так себе вообще, ну, я ещё против света села, ну, может быть, сейчас пересяду, чтобы не было толще. Ничего страшного, это я просто экспериментирую. Иногда получается удачно, иногда не очень. Я думаю, что у меня пока вот как раз есть время, когда я не так часто выхожу из дома, экспериментировать со смоки-айстом или ещё с чем-то. А какие скрытые таланты нашли бы у себя? Может быть? Ну, я бы, наверное, не то, чтобы скрытые таланты. Мне, на самом деле, очень нравится рисовать, и я очень мечтаю научиться рисовать. Наверное, я мечтаю получить какое-то академическое образование, да, в творчестве, конкретно в рисовании, может быть, вот маслом или вот так аварель мне очень нравится. Вот, но пока я это делаю сама, то есть включаю ролики на YouTube, да, и смотрю, как вот для начинающих какие-то рисунки, вот, и пытаюсь что-то из себя так выдавить. Вот, но меня это очень захватывает, это такой мир, что немножко вот мир творчества, мне напоминает спортивный мир, потому что и там, и здесь есть возможность самовыразиться. Тут ты выражаешь себя в секторе для прыжков в шестом, ты творишь, ты прыгаешь, ты радуешься, ликуешь, и пытаешься вовлечь в свои эмоции, в чувства всех зрителей, которые в этот момент на тебя глядят, и вместе с тобой они разделяют твою радость от победы, от рекордов. Также и картины, когда я вижу, что она написана рукой человека, да, что он вот, особенно когда это у него из головы идет, то есть это его какое-то представление, какие-то переживания, или увиденный пейзаж, или еще что-то, я просто поражаюсь, как вообще можно такое нарисовать. Причем мне нравится живопись не фотографическая, когда рисуют как будто бы фотография, а именно живопись как вот таковая, то есть что видно, что это там мазок, что это там акварель, что все размазано, то есть, не знаю, я прям туда полностью погружаюсь и думаю, вот, когда-нибудь бы мне научиться так же классно рисовать, чтобы я могла выразить все свои мысли, все вообще, что у меня есть внутри, но уже на бумаге. Ну да, кстати, я тоже всегда поражалась, как это у людей бывает, когда берешь даже элементарный карандаш, и получается не черточка, а элементом целой картины. Это для меня реально удивительно. Я думаю, что у вас все получится, тем более благодаря Ютубу, мне кажется, там можно вообще найти все, что угодно. Я готовить научилась благодаря Ютубу. Да, да, да. Что только можно, чему только можно не научиться. Ну и раз затронули сервисы, мне кажется, сейчас народ во время самоизоляции пересмотрел все подборки фильмов во всех стриминговых площадках, и, мне кажется, уже начинают друг другу звонить в панике, что посмотреть. Вот, может быть, у вас есть какие-то фильмы, которые вы готовы пересматривать и пересматривать, и посоветовать нашим зрителям тоже? Ой, сейчас, наверное, надо мной будет смеяться вся молодежь, вообще просто. Я люблю Гарри Поттера, вот я вот с детства его смотрю, его сейчас показывают, я готова его смотреть вечно. Да, это точно. На самом деле, я вот буквально, вот вообще до вот этого вот всего происходящего, когда вот только, когда зарождалось, то есть мы смотрели как новости про Китай, вот это вот, да, то есть он начинал, думали, что как-то нас стороной обойдет или еще что-то, вот мы с супругом посмотрели фильм «Заражение», по-моему, «Заражение», где в такой легкой форме было, то есть люди не мутировали, но вот как раз вот прям про коронавирус, прям вот как будто бы вот... Это какой-то, по-моему, испанский, ну, европейский какой-то фильм, я скажу. Не, американский. А, американский? Американский. То ли заражение, то ли зараженный, то ли что-то такое, и то ли эпидемия, что-то в этом роде. И прям один в один сценарий. Я такая на мужа смотрю, он такой, да брось, это фильм. И мы сейчас с ним смеемся, говорю, слушай, как будто коронавирус взял сценарий этого фильма и вот так вот себя некрасиво видят. Вот, ну, посмеялись и все. И потом, значит, к бабушке на дачу приехала с детьми. Думаю, ну, все, самоизоляция, будем, значит, сидеть на даче, теперь все на улицу, там хоть во двор выйти. И тут она смотрела «Великолепный век». Я не знаю, смотрели вы или не смотрели этот бесконечный сериал турецкий. Нет? Если у кого много свободного времени, кому близка вот эта восточная всякая мудрость, любовь, интриги, войны. Ну, там войны, конечно, не показывают, вот, но вот мне очень нравится. То есть я сейчас полностью поглотилась, опять же, из-за бабушки вот в этот сериал. И просто одна серия идет полтора часа, так что я вот отвлекаюсь от нашего существующего мира. Да, для меня самоизоляция. Ой, вообще, да. Меня уже тут дома потеряли. Все, я, в общем, полностью вот в этом сюжете. Так что, да, это вот как раньше Санта-Барбара была, там, или вот еще что-то. Я не знаю, если кто-то помнит эти сериалы, когда, не то, что все люди, просто, мне кажется, весь город у нас вот уходил в Волгоград на этот фильм, никто не мог серию пропустить. Вот так что, я сейчас вот это смотрю. Ну, тут как раз подписчики пишут, что этот фильм очень интересный. Значит, есть кто смотрел тоже. О, ура! Да, всем тогда тоже советуем. У нас уже двери цены на этот фильм. Вот, я смотрю сериал, пишут. Я, кстати, напоминаю подписчикам, что вы можете писать вопросы, я их обязательно озвучу, Елена постарается ответить. Вот такая у нас коллаборация будет. Ну, а что, кстати, касается вот Ютуба и готовки. Может быть, вы тоже какое-то блюдо попробовали сделать, которое не делали раньше. Я, к примеру, вот, представляете, я никогда в жизни вообще не работала с тестом. Как бы мне там мама не показывала, не рассказывала. Я все время думаю, ну, что запоминать там. Выросло, сделаю как-нибудь. Вот, видимо, выросло. Это момент настаточек. Я совсем недавно пекла пироги, представляете, даже с едой. Представляю. Вполне себе представляю. Но я похвалюсь, конечно, своими кулинарными способностями, поскольку готовлю сейчас, думаю, я сама вот этими ручками. Откровенно, у меня супруг тоже вообще в шоке. Он вообще даже не думал, что я умею готовить, потому что как-то до этого не приходилось, нам все помогали. Вот, дети очень сильно полюбили яблочный пирог из слоеного теста. Готовить его буквально 5 минут, в духовке 20 минут, и все, вообще, ну, единственное, что само слоеное тесто я не готовлю, а мы покупаем уже готовое. Очень легкий рецепт, и очень вкусный пирог. Вот у меня... Рецепт у вас в институте. А, рецепт очень простой, значит, берем форму такую, невысокую, ну, где-то такую, наверное, для запекания, рассыпаем туда сахар, складываем на сахар ломтики яблока, то есть все дно формы мы застилаем, форму мы ничем не смазываем, абсолютно ничего, только сахар, потом яблоки, потом сверху еще сахар, то есть небольшим слоем, вот так вот присыпать, как мукой, но только сахаром. Вот, и сверху, значит, раскатываем слоеное тесто, так хорошенечко, покрываем его весь пирог, им, тестом, им покрываем весь пирог, и концы теста прижимаем сильно-сильно к форме, чтобы у нас растаявший сахар, то бишь это будет карамель, когда все растает, не вытекло за тесто. Все, и запекаем в духовке 3-20 минут на температуре 180 градусов, и все. И потом, значит, да, у нас получается, пирог печется лицом вниз, и как только он испекся, мы его сразу вот так вот переворачиваем, у нас получаются яблоки сверху, а тесто внизу, и все так красиво запекается, такое, ну, прям не беспорядочные лежащие яблоки получаются, а вот такие вот, как вы их положите, там, веером, там, кружочками. Как же представила, у меня уже слюнки текут. Так, мы эфир сохраним, и зрители, записывайте рецепт, если кто не успел записать, эфир будет сохранен, можно еще раз будет посмотреть. Рецепт пирога от Елены Сенбаевны, эксклюзив, между прочим. Так, мы с вами про еду, а вот РДШ нас спрашивает, точнее, вас, что вы можете посоветовать, нет, точнее, пожелать подрастающему поколению? Так, что конкретно пожелать? Просто по жизни, или что-то по спорту, или просто в общем? Ну, какое-то находствие, видимо, хотят для подрастающего поколения. Так, ну, самое главное, я бы хотела подрастающему поколению, пожелать быть здоровыми, активными, и вести здоровый образ жизни. На сегодняшний, сегодня мы видим, что, в принципе, спорт стал таким неким трендом, но тренды рано или поздно проходят, а все-таки здоровье остается. Поэтому я бы им рекомендовала и желала бы, чтобы, несмотря на тенденции, они все-таки были здоровыми людьми на протяжении всей своей жизни. И во всех непонятных ситуациях они выбирали спорт. И также, конечно, самообразование, это также является важной частью жизни. То, что там дети, студенты получают в школах, в институтах, в академиях, это здорово, но самообразование тоже является важным аспектом развития нашей молодежи. Поэтому, пожалуйста, не теряйте время зря. Поиграли немножечко там в арму там, да, или я не знаю, что еще. Вот. И немножко уделите время чтению книг. Желательно бумажных. Я вон из тех, кто еще бумажные книги читает. Ну, кстати, я тоже люблю, я тоже из тех. Это еще даже с филфака пошло, когда открываешь, она так хрустит, запах. Да, запах. Это сам процесс. Старая книга. Да. Прям старая, какая-нибудь затрепанная. Я вот сейчас у папы нашла очень много книг 89-го года выпуска. Это просто не передать словами. Это вообще просто... У меня такое чувство, как будто я клад нашла. Поэтому я вот сейчас... Да. Обязательно... А какие, кстати, книги 89-го года выпуска? 89-го... Так, значит... 89-го года выпуска сами книги. Там у нас есть сказки Салтыкова-Щедрина. Это те книги, которые нам читали наши родители. А теперь я буду читать своим детям. Потом там книги... Как же его? Ремарка. Да. Так что... Так что... Я скажу, что это точно клад. Это клад. Потому что я не знаю, можно ли такие книги сейчас купить. Так что я вот сейчас буду погружаться в их чтение. Отлично. Так, и следующий у нас, значит, вопрос от Гуля 0.2.10. Она спрашивает самый забавный случай, который помог в спорте и в жизни. Забавный случай, который помог. А, помог? Да. Видимо, что-то... Что-то хотят узнать такое интересненькое, смешное. Извините. Вот тогда на интересненькое, смешное я расскажу случай, который, в принципе, не смешной, но... Ну, я думаю, он будет ответом на данный вопрос. Значит, мы в компании также вот... Ну, ранее еще, до самоизоляции, это важно подчеркнуть, в компании друзей сидим, общаемся, смеемся, все рассказывают истории. Вот до меня очередь доходит и говорят, ну, Елена, ну, у тебя-то такой богатый жизненный опыт, ты так много путешествовала, так много соревнований, у тебя так много всего в жизни происходило. Ну, скажи, вот что смешного в твоей жизни произошло? Вот, ну, были же точно какие-то комические ситуации. Вот, ну, что-то же вот было не так. Мне пришлось просто, ну, реально очень долго подумать, и в итоге я ничего не придумала, потому что у меня что-то не так в жизни не было. То есть вся моя жизнь, наверное, с пяти лет, это четко выстроенный план, которому я стараюсь следовать. И никакая комичная ситуация или, ну, какая-то непредвиденная ситуация, которая бы мне в чем-то помогла, в моей жизни не происходила. Это, наверное, ну, странно, но я вот до сих пор ничего не могу вспомнить. Даже путешествуя шестами, ну, иногда их называли удочками, иногда называли, там, парусами, иногда трубами, ну, чем только не называли. Но как только я начала пить мировые рекорды, все, у всех просто не было никакого вопроса, все знали, что идет Елена Сенбаева со своими шестами. Все, то есть, и все. Последняя надежда на какую-то комичность у меня исчезла. Поэтому, честно говоря, я даже, у меня нет никаких таких ситуаций. Ну, когда все идет по плану, это прекрасно. Честно говоря, у меня в жизни смешного бывает много, но я тоже не воспринимаю это как что-то, ну, какую-то неурядицу. Это часть жизни. Вот это супер. Так, я не знаю, слышно ли у вас, но у нас, кажется, появились соседи с дрелью. Не слышно? Нет. А мне слышно, к сожалению. Ну, время ремонтов никто не отменял. Наконец-то оно появилось, зато всегда было некогда. Так, еще у нас спрашивает Уля, Куля, восемь. Что вы посоветуете есть во время карантина? Во время карантина я посоветую не есть. Много. Да, да. Нет, я бы так сказала. Можно кушать, но не жрать, простите. Я считаю, что свой рацион менять не нужно, но каждый человек кушает столько, сколько энергии он тратит. Если вы чувствуете, что вы практически не двигаетесь и умственно не работаете, то, конечно, прием пищи нужно урезать как можно вдвое. Если же все-таки ваша мозговая активность в данных условиях повышена, мы знаем, что именно мозговая активность, она больше калорий жжет, там даже физическая нагрузка, то, конечно, кушайте, как вы считаете нужным. Но главное правило питания нужно не забывать, как у нас в спорте. Завтрак съел сам, обед поделись с другом, ужин отдай врагу. То есть утром кушайте все, что вы желаете в любых количествах, в обед уже половина порции, а ужин, ну, кефир, там что-нибудь такое, абсолютно не тяжелое, чтобы все-таки ложился спать с чувством легкого голода. То есть последний прием пищи рекомендую делать не раньше, не позже, чем за 2-3 часа до сна. Спасибо. Я тоже возьму на заметку обязательно. Ну, я вот сейчас прописывала комментарии, очень много положительных отзывов вам, комплиментов. Спасибо. Елена, у вас слушать одно удовольствие, спасибо, что нашли время и вышли в эфир. Мы тоже присоединяемся. Спасибо большое. Спасибо большое, что приглашаете. Я с радостью. Так, тут, кстати, говорят, что тоже только бумажные книги читают, то есть с нами солидарно. Это прекрасно. Вот как раз вопрос. Елена, где вы берете столько положительных эмоций и энергии? Интересно. Ну, наверное, изначально я человек очень положительный и позитивный, и даже в самой негативной ситуации я все-таки стараюсь находить какие-то положительные стороны, какие-то положительные моменты. Если это связано с людьми, то я стараюсь каждого человека понять, почему он прогневался или разозлился на меня в той или иной ситуации. Сразу кажется, что, может быть, что-то в семье не так, может быть, что-то день не задался или еще что-то. То есть, это не повод сразу судить критичное человеке. То есть, я все равно стараюсь как-то попытаться его понять, даже удаленно, даже на дороге за рулем. Это называется эмпатия. Мне кажется, это вообще самое главное качество, которым должен обладать человек. Эмпатия. Наверное. На самом деле, это помогает жить, потому что с гневом и с ответной злостью в сердце ты делаешь хуже только себе. Ну, боже, если тебя кто-то обидел или нахамил, ну, пожалеет этого человека. Слава Богу, что у тебя в этот момент все хорошо. И, как говорится, и пускай себе с Богом идет, и чтобы только у него плохого ничего не было. А энергию, наверное, я тоже жизнелюбивый человек, и я очень люблю жизнь, и вообще все, что со мной в жизни происходит хорошего и плохого, я воспринимаю как данность. Никогда не жалуюсь, никогда ничего ни от кого не жду, никогда никого не стараюсь обмануть или за счет кого-то нажиться. Нет. То есть я просто получаю удовольствие от каждой секунды своей жизни и стараюсь быть полезной каждой секунды своей жизни и своей семье, и своим родным, и всем, кто меня любит, поддерживает. Ну, и, естественно, занимая определенную позицию, как вот в частности председателя Ассоциации студенческих спортивных клубов, я стараюсь быть полезной нашей молодежи. То есть вот все свои навыки, знания, которыми я обладаю, я с радостью делюсь с нашим, с нашим молодежью, и с нашим подрастающим поколением. Поэтому, наверное, это мне дает вот такую положительную эмоцию, заряд энергии. Все-таки идет обмен вот этим вот положительным качеством. Я отвечаю вам тем же самым положительным, что вы отдаёте. Да, да, да. Вот, вот вы точно ответили на свой вопрос. Что отдаёшь, то и получаешь. Еще недавно я прочитала, а, даже нет, не прочитала, услышала такую фразу, и я мужу говорю, говорю, ну вот видишь, вот почему я такая. Говорят, что человек видит других людей такими, каким он сам является. А он мне часто говорит, ну нельзя быть такой добрый, ну нельзя быть такой наивный, ну нельзя всем верить. Я говорю, ну вот видишь, наконец-то я ответ нашла. Все нормально. Ну так как-то. Понятно. Ну, кстати, в этом мы даже немножко похожи, потому что я тоже с широко раскрытыми глазами смотрю на этот мир, и все люди мне друзья. Вот, поэтому... То все люди друзья уже надо об этом забыть, но посмотреть с добрыми намерениями на людей точно нужно. К сожалению, не все искренние, не все желают там чего-то хорошего, да, но к такими людям просто со страданием. Спасибо большое, что ответили. Так, следующий вопрос у нас от Максима Мира. Да, да, это у нас вообще знаменитый вообще журналист, он вообще знает всех спортсменов, и я вот вижу уже много сообщений от Максима. Максим, большой привет, спасибо, что нас смотришь, я все-все-все читаю, спасибо за поддержку. Да, Максим, здравствуйте, и вот ваш вопрос в студию, так скажем. Какие качества вы считаете главными для достижения цели? Значит, на мой взгляд, самым главным качеством является трудолюбие, вера в свой успех. Важна не просто вера в себя, а вера в свой успех. Если человек трудится и не верит в конечную цель, как я уже говорила, то сложно будет ее добиться. Если человек верит именно в свой успех, то он обязательно в своей цели добьется. Строгая дисциплина, причем самодисциплина. Опять же, мы сегодня с вами говорили о том, что самое сложное это быть честным, ответственным перед самим собой. Если человеку удается это делать, то успех тоже не заставит себя ждать и цель будет достигнута. Так что самодисциплина, трудолюбие, вера в собственный успех и достижение цели. Ну и, конечно же, нужно быть честным. Честным перед самим собой, перед своими соперниками, а вообще перед всей ситуацией. Потому что это очень важно и в спорте, и в жизни. Согласна. Спасибо большое. Знаете, я тут тоже пока просматривала вопросы. Мне очень один вопрос понравился. Мне кажется, очень милый. От Нины Лешко. Елена, есть ли у вас домашние животные, о которых вы заботитесь? Конечно. И я вас вообще удивлю. Я очень люблю кошек. У нас с самого детства в доме живут кошки. Сначала это была Машка, потом был Максимка, потом была Дашка, потом супруг купил обесинку. Первая породистая кошка у нас была, которую мы купили. Потому что обычно все кошки у нас были со двора. Всех, кого мне было жалко, тащила в дом. Озаботились, выхаживали. Потом или кому-то отдавали, или оставляли себе. Но вот потом родился сыночек. У него, к сожалению, аллергия на кошек. Кошку пришлось отдать бабушке. Теперь мы помирись и все просто скучаем. Но бабушка взамен нам дала канарейку. Теперь вот у нас живет. Канарейка. Да, канарейка. Его зовут Чик. Вот, он у нас очень такой поющий, голосистый. Вот теперь о нем все дружно заботимся. Прикольно. Я тоже хочу к котенкам. Кстати, в рамках акции «Мы вместе» сейчас можно выбрать из приюта котенка или щеночка. Можете, зрители, тоже зайти в социальные сети «Росмолодежи» либо сразу акции «Мы вместе» и посмотреть, выбрать себе питомца любименького, за которым можно поухаживать. Мне, кстати, нравится акция, когда предлагают взять уже существующих животных, оставшихся без дома, чем покупать породистых, дорогих. Потому что, когда смотришь на вот этих бедных животных на улице, я бы всех взяла домой. Сейчас так вообще это стало трудно из-за аллергии. Но так, да, это будет здорово. Да, я тоже очень люблю животных. Особенно котят. Котята, да. Ну, кошки, вот мне кажется, они просто по темпераменту, по характеру подходят. Вот такие вот. Я на них смотрю, думаю, вот Мелисса, когда у нас жила, думаю, вот, думаю, делает, что хочет. Ласкается, когда хочет, не даётся там ласкаться, когда не хочет, ест, когда хочет, спит, вообще делает, что хочет. То есть у неё вот, ну, такая вот своевран, своенравная, своевольная, и признаёт одного хозяина. То есть у неё хозяин был супруг, меня она вообще не признавала. То есть я была так вот, как вот, поднеси, подай. Ну, кстати, бытует мнение, что не люди берут себе кошку, а кошка берёт себе людей, чтобы они не ухаживали. И вот, знаете, наверное, у нас получилось, как вот в рекламе про кошку, помните, где он пришёл к девушке, а там была кошка, и в итоге он за кошкой пошёл. Ну, не будем там называть, ну, какой-то корм кошачий. Вот-вот, я думаю, у нас вот супруга с Мелиской вот типа того было, потому что он её любит безумно, она его тоже там, ну, там я не знаю, честно говоря, я такой первый раз видела, ну, я приняла своё второе место и с радостью давала ей еду и всё за ней убирала, поэтому всё-таки не проблема. Так, нам продолжают слать все приветы, комплименты для Елены. Спасибо. Да, и пока вопросов больше нет. Так. Ну, значит, подождём, пока зрители сформулируют вопросы. Вот. По поводу, кстати, домашних животных, а как вы вообще относитесь к собачкам, например? Угу. Собак я тоже очень люблю, больших собак люблю, кавказец, вот моя любимая порода, то друзей когда-то была. Алабай. А, да, Алабай. Не овчарка, а алабай. Очень, это моя любимая порода, но всё-таки эти собаки больше для домов. В квартире я даже не представляю иметь собаку, даже овчарки в доме, ой, в квартире, мне кажется, для собак очень трудно и для хозяев тоже очень трудно. Всё-таки собакам нужна свобода какая-то, своё место. Вот. Я вообще всех люблю животных, мне вообще без разницы, кто, лишь бы всем было удобно и хорошо. Я просто переживаю, что кошка, ей вообще всё равно где жить, ей вообще просто без разницы. А всё-таки собака это уже как ребёнок, то есть это это вот не кошка, которая вот реально гуляет сама по себе. Собака, она преданная, она верная, она с ней гуляет, за ней ухаживает. Она с собой друг. Да, именно, да. И я, честно говоря, никогда не решалась брать на себя ответственность. Но сейчас уже появилось двое детей, понятно теперь, что это такое. Так что я думаю, что если когда-то мы переедем в дом, то мы обязательно собаку поведём. Я хотела поделиться с вами небольшим секретом. У нас прямо в офисе Росмолодёжи, прямо в кабинете пресс-службы живёт настоящий кролик. Да, мы все его очень любим. Иногда он у нас мелькает в социальных сетях. Мы делимся фотографиями. У нас настоящая личность. Отлично. Вот, когда всегда гонится за какими-то сенсациями. Ну, здорово. Вообще, я хочу сказать, что вот квартира или дом с животным и без животного это две огромные разницы. Мы когда кошку отдали, мы такие сидим, думаем, вот что-то не хватает. Ну, прям реально. Даже вот у нас птичка появилась, всё, уже какая-то вот другая энергия у нас. стала витать. Так что... Ну, домашние животные не всегда создают атмосферу уюта в первую очередь. Они всегда не чувствуют себя одиноким, если рядом находится маленький друг. Так. И, значит, с темой про животных мы уже поговорили, мне кажется, практически обо всём, о спорте, об активности, о еде, про котят. И вот теперь задроги вам тему путешествий. Один из зрителей спра, Анатолий Респект Запаренко или Запаренко, простите, спрашивает, вы были на Урале? Если да, понравилось ли вам? И вообще, как вы относитесь к отдыху на природе? Вот такой вот вопрос. На Урале ни разу не была, но, надеюсь, когда-нибудь буду. Отдых на природе люблю, ну, когда нет комаров и мошек, естественно. То есть это вот как раз сейчас, если чуточку потеплее станет, то время прям золотое, чтобы отдохнуть, но, к сожалению, обстоятельства складываются так, что нужно сидеть дома. Да, люблю природу, вообще я люблю тишину, я люблю, вот как говорится, слушать лес, слушать природу, когда вообще полная тишина, в эти моменты я абсолютно стараюсь не доставать телефон, но если достаю, то только что по фотографию сделать или запечатлеть то, что видят мои глаза в данный момент. Очень люблю, мне кажется, что вот для мозгов, для какого-то понимания или там осознания чего-либо, или обдумать когда-либо, что нужно, вот прям очень помогает, очень помогает. И важно там быть желательно одной. Ну, я, кстати, тоже очень люблю путешествовать и наслаждаться природой, и я просто мечтаю, чтобы когда-нибудь изобрели какой-нибудь такой фотоаппарат, который будет, как сказать, по передаче картинки такой же, как глаза. Потому что на какой бы фотоаппарат ты не сфотографировал закатом или ещё что-то красивое, но никогда не получается так красиво, как это в твоей голове. Надо нарисовать. О, кстати, да, можно попробовать нарисовать. Открываем YouTube, учимся, рисуем, не знаю. Ну, слава Богу, что это всё остаётся в воспоминаниях, и сюда можно обратиться к самой себе и вспомнить какие-то приятные моменты. Вот. Продолжаем тему путешествий. Бучкова Евгения спрашивает, Елена, какой регион России или город в мире вы хотели бы посетить? Я бы хотела съездить вообще на север, на север, прям совсем, на, по-моему, называется земля святого Иосифа в экспедицию. Ого! Интересно! Посмотреть на ледники, посмотреть вот на всю вот эту дикую природу. Я никогда не была, на Чукотке ни разу не была, я бы с удовольствием туда слетала. Вот я вот на север хочу. Прям вот одеться вот эту одежду, не знаю, и пройтись вот там вот по всем этим, знаете, сугробам. Всё это посмотреть вживую. Конечно, по телевизору я это видела много раз, но вживую меня вот захватывают все-таки ледники, прям вот с какой-то неимоверной силой. Я бы мечтала побывать на Камчатке. Я только видела, к сожалению, картинки из Января. Камчатка, да. И рассказывая своих друзей, и я всё-таки надеюсь, что когда-нибудь в своей жизни мне удастся там побывать. О, кстати, вопрос мне. Простите. Так, и с той девушкой вверху экрана. Всем привет ещё раз. Меня зовут Анастасия, я работаю в пресс-службе Росмолодёжи. Подписывайтесь на нас. Вот такая маленькая реклама. Так, смотрим дальше. Вопросики. Очень много, кстати, вас приглашают в Израиль, если вы видите. Да, я вижу. Большие-большие приветы. Вот, привет из Челябинска. Вот, всем, кто нас смотрит, большой привет. Спасибо за приглашение. Мы всё читаем, всё видим. Да, пишут, что Остров Иосифа это очень экстремально. Кстати, вы не боитесь, вот, вы прям настроены, да, на какую-то экстремальную экспедицию? Я вообще экстремальный человек, если в шестом прыгаю, точно, ку-ку. Не, на самом деле, это просто дополнительный адреналин. Мне кажется, к прыжкам с шестом вы уже привыкли, это уже как, ну, работа, да, воспринимает. Да, А что-то новенькое, вот экспедиция, это... Ну, на самом деле, я действительно, я очень экстремальная личность, и, как бы, вообще, раньше, в молодые годы, да, до замужества, до рождения детей, позволяло, ну, наверное, я бы не сказала, прям, что там рисковала жизнью, или там вот был какой-то риск жизни, нет, но вот когда адреналин зашкаливал, да, то есть там с тарзанки могла прыгнуть спокойно, там, на атриционах каких-то вот, ну, этот, как его, камикадзе, по-моему, называется, когда водные горки, там, вертикальные, там, 100 метров она идёт, ты так вот ложишься и летишь вниз, неизвестно куда вообще. То есть я вот такое могла себе позволить, то есть я испытывала такой всплеск адреналина, таких эмоций, что вот, ну, нигде их не возьмёшь. А сейчас, конечно, уже как бы, как мама, я не могу себе такого позволить, вот у меня до сих пор дома лежит сертификат на прыжок с парашютом, я думаю, что он у меня так и сгорит, я не могу себе позволить уже ни малейшего риска, всё-таки я уже в ответе за свою семью, и, ну, внутри я как бы лайфтарималка и так и осталась, и остров, ой, остров, боже мой, желание слетать на землю святого Иосифа, я думаю, что это вот где-то моя подсознательная вот эта вот экстремальная жилка, да, которая об этом мечтает, но, может быть, это никогда в жизни не случится, но я реально это хотела бы увидеть вживую. Ну, кстати, знаете, я заметила, что чем старше я становлюсь, тем мне всё намного страшнее становится, например, раньше в аквапарках я вообще ни о чём не думала и ходила на все горки, сейчас я уже выбираю, какая, мне кажется, что ещё пройдёт несколько лет, и я буду плавать в детском бассейне. Ну, да, ну не в детском, ну во взрослом очень спокойно, не спеша, не пробую свои возможности, это точно. Да, так, о, кстати, вопрос интересный, а вы в детстве по гаражам прыгали? Да. В бокс-шоу? По гаражам прыгала, по стройкам лазила, по заборам лазила, и плюс у меня же 10 лет спортивной гимнастики, а это очень хорошая физическая подготовка, то есть я вот, вот в этом случае я преград перед собой не видела, то есть любая стена, забор, лестница, всё что угодно мне были доступны. Да, я сейчас, все ноги, конечно, сбиты, коленки сбиты, всё нормально, всё в шрамах, всё как положено было. Ещё, кстати, детское воображение, и пол превращается в лаву, и вообще игра готова. Да, да, так что, да, всё было. Ну, кстати, раз уж мы про детство заговорили, знаете, мне всегда было интересно, как вот в разных регионах России дети вот играли в одни и те же игры. Вот, я в форме, кажется, иногда не до конца понимаю, как вот этот вот детский фольклор, если его можно так назвать, передавался. Мы же реально все играли в одни и те же игры. А в какие игры вы играли в детстве? А в какие игры вы играли в детстве? Мы? Да. Значит, мы играли в резиночки, это была моя самая любимая игра. Да, я тоже. Да, резиночки, классики. Потом это был Санжей, что ли, когда мяч вверх подкидываешь, несколько раз Санжей, что-то такое, ну, не помню. Такого я не помню. Да. У Пионер Болл только, Ну, это у нас было вышибалы, казаки-рапики, колечко. А потом у нас было, что там еще было, выше ножки от земли. В общем, у нас игры было вообще круто. Море волнуется раз, но это так помладше, но все равно мы там старались как-то это разнообразить. А потом еще играли в песке, на спичках крепости строили и спичками боролись. Не знаю, делали вы так, спичка на спичку? Нет. Ну, мы сделали секретики из пантиков и заканчиваем с ручницей. Да, секретики. Да, то же все было. Так, зомби, сипа, американка кто-то еще спрашивает. Это, видимо, тоже какие-то детские игры. А зомби, наверное, тоже все дети играли. Хотя такая игра, конечно, еще та. Честно говоря, не очень помню эту игру. Так, да-да, мой папа говорил, Санжей, игра, мы играли. Вот. Значит, правильно вспомнила. Да, ну, казаки-разбойники, я думаю, все играли. Что еще там, зимой в снежки и все такое. Зимой снег просто был. Сейчас. Кстати, тоже забавно из детства. Если, ну, я, мое детство прошло в республике Морел, где я в школе в младших классах училась, и там зима, ну, не сказать, что сурово, но там минус 35 было, и отменяли школу. Но при этом весь двор у нас стоял на учащих. Школу сменили, минус 35. В школу не идем, но гулять идем. Это, наверное, так было у всех. Так, спасибо, спасибо. Вопросов пока больше нет. Привет. Вот нам очень много, много-много вам приветов передают. У меня тут сестра нас тоже смотрит. Она пишет, что спросите у Елены про самую любимую игру с сестрой дома про троллейбус. Девушка пропустила этот вопрос. Да? Ну, вот там, Елена Симбаева пишет. Это, конечно, подколола. Ну, сестра же. Да. Ну, мы на самом деле с ней играли в этот троллейбус. Ну, мы же раньше на общественном транспорте ездили, а он всегда был битком. И вот, когда уже просто троллейбус не вмещал в себя людей, и когда вот там кто-то сзади подвигается, ну, пройдите, пожалуйста, в середину, и начинают сзади пихаться. И вот мы с ней в эту игру дома играли. Просто это было столько смеха, что я не знаю. Вообще. Прикольно. Привет. Привет, Да, привет, сестре. Спасибо за такой прекрасный вопрос. Веселый, интересный. Мы с вами, кажется, увлеклись. Я забыла предупредить о том, что в Инстаграме у нас, к сожалению, эфир может длиться всего лишь час. И вот мы с вами уже практически 55 минут проболтали. Быстро. Так время быстро пролетело, я даже не заметила. Вы очень интересный собеседник. Вот. Давайте, может быть, какое-то финальное напутствие скажем для наших зрителей. Хорошо. Я благодарю всех, кто с нами был в прямом эфире. Надеюсь, вы запомнили главные посылы от меня. Это вести здоровый образ жизни, это иметь возможность мотивировать себя самому, это все-таки научиться, если кто до сих пор не имеет ставить цели, идти к ней. То есть, если вы чего-то хотите достигнуть, вы обязательно этого достигнете. Главное, верьте и стремитесь к этому. Ну и всех студентов, которые еще не приняли участие в физренной удаленке, я приглашаю принять участие и показать все, на что вы способны. Правила у нас в нашей группе ВКонтакте. Так что скоро финал, а вы еще не начали участвовать. Так что не пробуйте. Скорее присоединяйтесь. И благодарю молодежь за сотрудничество, за то, что тоже нас поддерживаете. Мы очень рады, что можем так вот взаимно друг друга поддерживать и помогать. Так что молодежь в студенческий спорт сила. Да, согласна. Спасибо вам большое. Было очень приятно с вами познакомиться, пообщаться. Я считаю, что это была прекрасная беседа. Просто как с подружкой пообщалась, очень было приятно. Вот я хотела пожелать всем нашим зрителям, чтобы они не унывали, сохраняли чувство юмора. Будете много смеяться, будете долго жить. Вот так. Будьте здоровы. И я надеюсь, что мы скоро с вами снова увидимся. Спасибо большое, Елена. Спасибо большое, Анастасия. Все, хорошего всем дня. Все, до свидания. Пока-пока.